В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Яков Иржан Смогулов. Здравствуйте. Не менее половины полок в магазинах и супермаркетах торговых сетей должны быть заняты отечественными продуктами. Такое предложение выдвинули в Министерстве торговли и интеграции в рамках общенационального проекта «Казахстанда Расалган» на ближайшие два года. По замыслу авторов, это должно стимулировать отечественное производство и создать механизмы продвижения его продукции. Чего больше в этой идее? Плюсов или минусов? Давайте обсудим. Для этого на прямой связи с нашей студией сейчас находятся руководитель управления комитета регулирования развития торговой деятельности Министерства торговли и интеграции Гульзат Нурбаева, управляющий директор департамента торговли и развития малого бизнеса Национальной палаты предпринимателя Атамикен Асет Айтбаев, заместитель председателя правления Союза торговых сетей Казахстана Эльбеги Абдиев, экономист Марат Хайрленов и пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Дамир Игизбаев. Добрый день, уважаемые гости. И поскольку госпожа Нурбаева в данном случае, так сказать, ваше ведомство выступает в качестве автора этой идеи, давайте начнем как раз таки и с вас. Собственно, насколько я знаю, кое-какое обсуждение этого предложения с бизнес-сообществом уже состоялось, но и, насколько я знаю, 25 числа будет новый раунд своего рода дискуссий. Ну, давайте попробуем обсудить еще раз это предложение уже на нашей площадке на телевизионной. В чем, собственно, суть идеи и зачем она, так сказать, появилась? Добрый день. Да, совершенно верно. 28 марта текущего года на площадке Министерства торговли и интеграции прошли общественные обсуждения и инициативы по предоставлению полочного пространства торговых сетей и рынков под товары отечественного производства. Данное мероприятие направлено на реализацию ряда поручений главы государства по поддержке отечественных товаропроизводителей. На сегодняшний день в целом торговое сообщество обладает существенным влиянием на реализацию этой инициативы и необходимыми ресурсами. В этой связи, в целом, для продвижения товаров отечественного производства на потребительские рынки. В этой связи мы считаем, что да, это, конечно, ключевое слино, когда отечественный бизнес будет помогать другому отечественному бизнесу. То есть это как бы B2B, и мы считаем, что данная инициатива необходима. Да, но я понимаю, что вы совершенно верно подметили, что это действительно взаимоотношение двух бизнесов, то есть производителя и продавца, так сказать. Но зачем сюда вмешиваться государству? Спасибо за вопрос. Да, конечно, это в первую очередь взаимоотношение бизнеса. И, как необходимо отметить, обе стороны – это наши отечественные бизнесы. Поэтому здесь необходимо сохранить этот баланс между интересами производителей, отечественного производителя и ритейлера. В этой связи мы неоднократно, да, в принципе, на площадке министерства поднимали вопрос по принятию кодекса добросовестных практик, вот как раз в рамках которого, согласно международной практике, в рамках подобных документов ряд вопросов, вот в том числе по доступу на торговые полки, да, решается. Вот, поэтому данный вопрос тоже, в принципе, нами параллельно прорабатывается. Вот, но в целом, да, мы должны понимать, что, и вот, например, бизнес, да, по результатам обсуждений, в принципе, выразил свое мнение, что все-таки подобная инициатива должна быть, и она должна быть комплексная, основанная на системных мерах господдержки. Хорошо, если позволите, госпожа Нурбаева, тогда давайте я попробую в трех словах резюмировать, скажем так, ваш ответ. В итоге все сводится к тому, чтобы, скажем так, оказать некую поддержку отечественному производителю и продвинуть его товар, чтобы он, так сказать, легче находил своего покупателя, так? Совершенно верно. Хорошо, тогда давайте, ну, поскольку, так сказать, мы выслужили точку зрения государства, регулятора, послушаем точку зрения, собственно, одной из сторон этого бизнес, так сказать, партнерства. Собственно, господин Абдиев, давайте вы попробуете каким-то образом прокомментировать, так сказать, это предложение. Что вы думаете об этой беспощадной поддержке государства? Ну, добрый день, коллеги. На самом деле, торговые сети на сегодняшний день, ну и в последние несколько лет, прилагают огромные усилия по поддержке отечественных производителей. Если взять статистику за последние несколько лет, то с 2019-2018 года доля отечественных производителей до сегодняшнего дня выросла с 30 до 45-48%, уже практически приближается к 50%. Я имею в виду именно продовольственную часть. Вы имеете в виду, что это, так сказать, произошло без вмешательства? Это произошло без вмешательства государства, это достаточно гармоничное развитие отечественного производства. И на сегодняшний день уже имеется в правилах внутренней торговли указание о том, что доля торговых площадей, как минимум 30%, должна быть выделена под товар отечественного производства. Но это, я так понимаю, не требования, а скорее рекомендации. Да, это вот на уровне рекомендации, потому что и в отношении, стоит упомянуть, что в 2021 году со стороны Евразийской экономической комиссии было поручение в адрес правительства Республики Казахстан, которое было в том числе подписано премьер-министром Республики Казахстан, о том, что эта норма противоречит договору о создании ЕС. И вот это вот требование по поводу 50%, если оно станет обязательным, а не рекомендательным, как на сегодняшний день, оно будет противоречить международным обязательствам Республики Казахстан, в том числе правилам, принятых Казахстаном в рамках Евразийского экономического союза и в рамках ВТО. Да, вы меня простите, пожалуйста, господин Абдиев, но вот меня лично, как покупателя, ну, скажем так, нарушение международных каких-то договоренностей интересует в последнюю очередь. Меня скорее больше будет волновать, как это может отразиться на мне и на моем кошельке. Дело в том, что на наш взгляд это приведет, во-первых, к росту цен, потому что если будет неэффективное использование торговых площадей в торговых объектах, то, соответственно, все эти неэффективные использования, все эти негативные моменты с точки зрения финансов будут перекладываться в наценку. Следовательно, будет, ну, очевидно, будет рост цен. Это, во-первых. Во-вторых, не надо забывать про экономическую сторону, как инвестиционная привлекательность. Помимо 50% отечественного производства со стороны Минторговли было предложение, чтобы минимум 10% во всех торговых объектах, не только в торговых сетях или на рынках, во всех торговых объектах были, 10% были выделены от торговых площадей и полок под непродовольственные товары. Если вот, предположим, мы же слышали новости, что Apple хочет открыть большой магазин в Ташкенте, в Узбекистане. Вы представляете, Apple будет изучать регуляторные требования в Казахстане для того, чтобы дойти в Казахстан, и он увидит, что есть требования, что 10% от его магазина большого должно быть выделено под товар отечественного производства. Казахстанские смартфоны, да? Да, плюс мы видим, да, очень много международных брендов в Казахстане присутствует, Adidas, Nike и прочее, им тоже, ну, если это требование будет введено как обязательное, им они тоже должны будут вынуждены 10% выделить под товар отечественного производства. На мой взгляд, это достаточно неисполнимые требования, и вот во время, вот как Гульзат отметила, во время слушаний 28 марта, я очень надеюсь, что мы пришли к какому-то консенсусу, было достигнуто такое, очень предварительное соглашение о том, что требований по 10% в отношении ни продовольств, товаров не будет, а увеличение до 50% доли отечественных производителей на полках торговых объектов будет в том случае работать, только когда торговые объекты получают государственную помощь. Я думаю, это очень разумный компромисс и очень разумный ход. Хорошо, раз уж мы время от времени всегда возвращаемся к вопросу того, что казахстанский производитель каким-то образом его надо поддерживать и так далее, давайте посмотрим небольшой материал, в котором как раз-таки в цифрах показано, ну, вот, собственно, что мы производим. Валовый выпуск продукции сельского лесного и рыбного хозяйств за 11 месяцев прошлого года составил почти 9 триллионов тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 8,5%. По данным Бюро национальной статистики, рост объема производства обусловлен увеличением производства продукции растений и водства на 13%, яиц на 5%, надое сырого коруевого молока на 2%, объемов забоя скота и птицы в живом весе почти на 1%. Увеличение показателей сельскохозяйственного производства отметили в 15 регионах республики, рекордный в Костанайской области на 45%. Снижение зафиксировали в Улытаусской и Алматинской областях. Больше всего сельхозпродукции производится в Североказахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях. Доля каждого региона превышает 11% общереспубликанского объема. Самые низкие показатели в Улытаусской и Мангистаусской областях не достигают и 1%. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что вы также можете принять участие в нашей беседе. На номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, можно присылать ваши вопросы нашим спикерам, либо просто комментарии, наиболее интересные я адресую гостям, либо просто зачитаю вслух. Но сразу предупреждаю, что не все. Если их будет много, возможно, все не успеют. Что ж, далее хотелось бы присоединить к нашей беседе управляющего директора Департамента торговли и развития малого бизнеса НПП Атамикен Осета Айтбаева. Господин Айтбаев, здравствуйте. Вот мы только что выслушали две стороны, государственную, так сказать, и представителям торговых сетей. У меня такое ощущение, что, так сказать, возможно, они были на двух каких-то разных встречах и площадках, поскольку мнения и итоги у них как-то различаются. А что думают по этому поводу, собственно, в Национальной палате? Добрый день, коллеги. Ну, мы, как защитники и представители бизнеса, все-таки должны представлять какое-то общее мнение, потому что тут с двух сторон бизнес, да, поставщики и, собственно, сети. Но вот тот компромисс, о котором говорил Альбеги, мы тоже надеемся, что он все-таки примет какую-то уже формализацию, форму какую-то свою, то есть решение как-то формализуется, пусть это будет в дорожной карте, либо как-то по-другому, но эта договоренность действительно устраивает, ну, все стороны обе. Вы хотели сказать, должна устраивать, поскольку на данный момент я что-то не вижу, чтобы она полностью устраивала. Ну, смотрите, я думаю так, это мое экспертное мнение, что этот спор не прекратится никогда, наверное. Но что мы, ну, чего мы хотим добиться, так это цель-то стоит увеличить представленность отечественных производителей на полках. Я думаю, эта цель все-таки будет достигаться. Так или иначе, как говорил Альбеги, до этого этот процесс в принципе необратим, и цифры говорят об этом, ну, сами за себя. Да, но когда речь идет о том, что торговые сети сами увеличивают, ну, скажем так, долю продуктов отечественного производства, я это понимаю и, так сказать, полностью поддерживаю. Но вам не кажется, что в данном случае, когда государство пытается обязать магазины, супермаркеты что-то сделать, то, ну, благими наверениями выслана дорога, сами знаете, куда. Да, и Альбеги очень четко обозначил риск, с которым могут столкнуться регулирующие органы. Это рост цен, вот и все. То есть, другого эффекта мы ожидать, в принципе, и не можем. А рост цен – это не то, чего мы хотим добиться в итоге, я думаю. Что ж, спасибо огромное. Если возможно, не отключайтесь пока, пожалуйста, будьте на связи. Я, так сказать, задам вопросы другим спикерам, еще вернусь, есть еще вопросы. Далее хотелось бы услышать мнение известного экономиста, директора консалтинговой компании «Улагат Консалтинг Групп» Марата Хаирлянова. Господин Хаирленов, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, так сказать, что вы думаете обо всем этом? Во-вторых, ну, может быть, у вас есть какие-то свои предложения? Ну, с одной стороны, действительно, поддерживать отечественных производителей – это как бы нужно и правильно. И когда, помните, в период пандемии мы столкнулись, когда границы закрываются между странами, вот форс-мажоров, сразу всплыло там вопрос продовольственной безопасности, да? Ну да, мягко говоря, уже скучно. Так что вот эти вопросы, они требуются в поддержке. С другой стороны, вот та мера, которая предлагается, на мой взгляд, она несет достаточно много рисков. Первое – это повышение цен, да? Раз. Второе – это коррупционная составляющая. То есть кто будет проверять, допустим, какие-то небольшие магазины? То есть, ну, в исходной версии это же вот что, 50% и вот там. Третий момент – это риск того, что у наших производителей просто не будет столько товаров. Понимаете, у нас, да, производят какое-то там, ну, полу-сырье, но вот до конца упаковать вот эти вопросы еще не отработаны. Поэтому, на мой взгляд, было бы разумнее, первое, если министерство так уверено в этой теме, почему сразу на всю страну это надо запускать? Давайте какой-то пилотный проект там в одном-двух регионах запустим, посмотрим. Второе – подберем по форматам. Ну, бизнес-форматы, вот было там вот отмечено предварительное, как наметки договоренности о том, что те, кто получает господдержку, но мы тоже можем столкнуться с тем, что получают, ну, возможно, там, ну, те компании, у которых есть определенные сложности, да? То есть это же все-таки какая-то поддержка конкурентоспособности, ну, там, торгового предприятия. Поэтому здесь надо тоже, наверное, как-то осторожно к этим подходить. И, может быть, давайте начнем там, изучим, в каких регионах производится продукция, действительно есть избыток. Вот с них начнем. Один, два, три регионы, и там будем постепенно расширять, отработав вот эти все возможные риски, где распространять, как это производить. Ну, а еще следующий аспект, наверное, надо изучить те факторы, которые влияют на конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. То есть, может быть, ну, вот, к примеру, если мы берем сельское хозяйство, мне кажется, огромный эффект оказало бы, если опустили бы таможенные пошлины на ввоз сельхозяйственной техники до уровня 2010 года. Но если комбайны, грубо говоря, там в три раза в цене снизятся, вот это будет мощная поддержка, когда даже никаких субсидий не надо будет. Тогда товаропроизводители и сами будут. Их вот эти, знаете, пороги для входа в бизнес, они снизятся, и уже зайдет там не 10 компаний, а 100 компаний. То есть, вот, мне кажется, в этом направлении было бы более эффективно господдержку направлять. А вы знаете, господин Коярленов, а я с вами согласен. Я думаю, что в данном случае действительно лучше давать и создавать условия, чем просто, так сказать, принуждать и заставлять. Огромное спасибо за вашу оценку и за ваше мнение. Что ж, раз вы упомянули то, что, значит, делается у нас для поддержки сельхозтоваропроизводителей, и тогда как раз-таки и предлагаю поговорить с представителем Минсельхоза. Господин Гизбайев, насколько я понимаю, у государства есть достаточно немало инструментов поддержки фермеров и производителей готовой уже продукции, продуктов питания. Самые распространенные, самые эффективные, на ваш взгляд? Ну, всем доброго дня, я 100% поддерживаю по тезису господина Майера. На самом деле, если вот пошли, я как представитель минсельхоза, я такие продолжения очень даже поддерживаю. Почему, если вы знаете, вся техника, удорожание техники или там какая бы еще суммы, которые в это добавляются, оно в конечном итоге идет удорожание кармана потребителя, да, то есть нам с вами. И поэтому только связывать, что это удорожание идет из-за ГСМ или только из-за логистики и так далее, это все нельзя так конкретно говорить, но весь аспект сводится к тому, что на выходе итоговый товар, то есть готовый продукт, он уже имеет свою себестоимость. То есть в этом плане я полностью поддерживаю. Вообще, и как бы и производителям, и готового продукта, также и сырья, Министерство СССР со своей стороны всегда это поддерживает. Если вы знаете, субсидии уже начали выдаваться последние вот как минимум 15 лет. И эффект, конечно, есть. Если в начале, скажем, 90-х, если в этом смысле наши отечественные продукты, то, что сделано в Казахстане, если показывало все мизерные результаты, то сейчас достаточно, они очень большие. Например, если мы говорим по обеспеченности внутреннего рынка, по основным видам продовольственных товаров, если мы их назовем около 20, то есть около 30, из них 19 видов это социально значимые продовольственные товары. Вот в основном из них мы производим сами, потребляем сами и, соответственно, производим сами. Это не менее 80%. У нас, кажется, какие-то проблемы со связью. Я перестал вас слышать, господин Игизбаев. Я прошу прощения, видимо, что-то с интернетом. Но мы, если возможно, если получится, еще вернемся к разговору с представителем Министерства сельского хозяйства. Пока хотелось бы послушать мнение, ну, скажем так, наших сограждан. Мои коллеги вышли на улицы столицы с простым вопросом к людям. Какой товар вы предпочитаете покупать? Что просите? А, это, оказывается, не в столице был опрос на улице, а в октобе. Так даже лучше. Давайте послушаем. Как вы часто покупаете продукты казахстанского производства? Отечественного производства, активного? Да почти все время. Творог, сметану, молоко, колбасу. В основном беру казахстанское. Но вы имеете в виду, что казахстанское? Да, да. Ну, продукты покупаем казахстанские. Колбасы, хлеб, конфеты. Да нет, нормальные. Нравятся даже. Затрудняюсь, по качеству смотрю. И такие, и такие, отечественные и иностранные. А как часто покупаете отечественные продукты? Часто, конечно. Лучше отечественные, чем у других производителей. Вы готовы переплачивать, даже если они будут чуть дороже? Готовы. Готовы, да? Я патриотка. А даже если они будут качественные, что так? Да. Постоянно. Постоянно? Да. А готовы ли вы переплачивать, даже если они будут чуть дороже, чем у иностранные аналоги, импортные? Ну, главное, чтобы качественные были. А это, по-моему, сельдерей, допустим, импортные покупают. Потому что утром с вузи делаешь же. Ну, стараемся поддерживать, конечно. Спасибо. А они вообще есть, эти отечественные производства? Я, например, в магазинах не видел, чтобы что-то было отечественное. Единственное, это вороки молоко. Но если это считать отечественным и полностью заменившим, то желаю удачи производителям в этом плане. Ну, так или иначе, по нашему мнению, сейчас казахстанское производство развивается, благодаря чему, в принципе, товаров становится больше и больше на рынке казахского производства. Исходя из чего можно сделать вывод о том, что люди все чаще и чаще покупают казахстанскую продукцию. Даже бренды одежды, например. Не говоря уже о бытовых продуктах в магазинах и так далее. Хотя в любом случае там, конечно, много продуктов из России. Ну, переплачивать исключительно за то, что это казахстанский продукт, нет. Но переплачивать в теории за хорошее качество этого продукта, так как у нас очень хорошо развита сельскохозяйственная деятельность, и, в принципе, например, те же продукты молочные, они, в принципе, могут быть высокого качества в нашей стране. Переплачивать за хорошее качество, думаю, все готовы. Дорогие продукты – это никогда не хорошо. Учитывая, что я сейчас на декрете. Ну, если будут дорогие, куда мы денемся, будем покупать. Мы стараемся отечественные в основном брать, поддерживать отечественное производство. Не только в плане продуктов, но вообще всегда. Отечество казахстанского. У нас хлеб и... Что еще? Макароны. Ну, очень много есть продуктов питания, которые производятся в Казахстане. Но именно в наших магазинах, они на дальних полках. Сейчас присущие более импортные бренды. И, я думаю, нужно провести ребрендинг, что ли, что-то такое. По качеству, я думаю, не уступает импортным. Лучше своим помочь. Как? Поддерживать. Поддерживать отечественное производство. Ну что ж, я думаю, что можно сделать вывод о том, что казахстанцы в целом готовы приобретать товары, продукты отечественного производства, поддерживать собственных казахстанских производителей. Но здесь возникает вопрос, который хотелось бы в конце все-таки как-то получить на него ответ. Госпожа Нурбаева, давайте попробуем каким-то образом резюмировать весь этот разговор. Действительно ли надо, стоит заставлять торговые сети, ну, скажем так, обязать их выделять половину полок под отечественные продукты? Или стоит, так сказать, подождать, чтобы это произошло неким эволюционным путем? Благодарю за вопрос. На сегодняшний день, в принципе, достаточно есть инструментов саморегулирования. Ну, если можно их такими назвать, да, например, Акиматы совместно с торговыми сетями, отечественными производителями подписывают трехсторонние меморандумы. Однако, как бы, исполняемость данных меморандумов тоже оставляет, как бы, большой вопрос. Поэтому, в принципе, ну, вот, немножко, да, хотела бы еще скорректировать замечание экономического эксперта касательно того, что данная норма будет направлена только на торговые сети и торговые рынки, а на магазины как раз у дома, пока мы не планируем распространение данного, ну, данных требований. Ну, да, с учетом их количества это было бы затруднительно, наверное. Да, да. Я считаю, но, в принципе, да, если вот так же по опросам посмотреть, что магазины у дома, в основном, у них всегда есть представленность отечественных товаров, товаров, и все производители, очень ему удобно в магазины у дома, как бы, через каналы магазина у дома реализовывать свои товары. То есть это быстрее, как бы, да? Безусловно. Хорошо. Тогда давайте попробуем резюмировать. В итоге, ну, вот, скажем так, в следующий раз, 25-го числа, сколько там, чуть больше двух недель осталось до следующего раунда переговоров, так сказать, с бизнес-сообществом, Министерство торговли будет готово выслушать еще раз, скажем так, внимательные аргументы, ну, вот, тех же самых торговых сетей, например? Да, конечно. Для этого данные обсуждения проводятся нашим министерством. Я считаю, что, в принципе, мы найдем вот этот баланс, который, конечно, вот, как вы ранее отметили, здесь главный потребитель. Безусловно. В первую очередь это мнение потребителей, конечно. Спасибо огромное, госпожа Нурбаева. Что ж, господин Абдиев, давайте попробуем еще раз проговорить, собственно, аргументы и предложения. Вот что самое главное, мне кажется, предложение от торговых сетей. Как я уже отметил, такое ограничение может привести к росту цен. Не может, а однозначно приведет к росту цен в торговых объектах. Это также приведет к росту серой розницы. К сожалению, у нас в Казахстане только 35% это белая розница, которая работает в белую. Остальные 65% это серая розница, которая чеки не выдает и прочее, прочее. И, да, дополнительная административная нагрузка будет только вести к тому, что торговля будет оставаться в серой рознице, и серая розница будет только развиваться. Плюс это нарушение прав потребителей, потому что, ну, очевидно, если все отдать, ну, 50% отдать под отечественное производство. Еще раз скажу, мы очень сильно поддерживаем отечественное производство. Мы видим, что на него есть спрос. Мы очень сильно его развиваем. Я уже привел цифры по развитию товаров отечественного производства за последние несколько лет. Но, тем не менее, мы боимся, что мы увидим, что ассортимент товаров у торговых сетей, он однозначно снизится. Потому что мы видим, что в последний год из-за понятных событий Украины, Россия, ассортимент и так снижается продовольственных товаров, ну, и непродовольственных тоже. Но вот эти нормы, они еще более усугубят наше положение. А, на мой взгляд, по поводу поддержки отечественных производителей, помимо того, что мы услышали, на мой взгляд, можно вкладываться в продвижение именно товаров отечественного производства. Потому что, если брать международный опыт той же самой Турции, мы видим, что с помощью государственной поддержки турецкие товаропроизводители вышли на международные рынки, в том числе и на казахстанские. Если вы зайдете в наш торговый центр, вы ни один, даже ни два бренда турецкого производства увидите очень сильно развитых турецких брендов, вы видите, у нас в Казахстане. И это не только в Казахстане. То есть, если резюмировать, то, ну, государственная поддержка производителя, она может быть разной, и лучше, так сказать, использовать другие механизмы. Да, не за счет, потому что, как уже было отмечено, это отношение между бизнесом и бизнесом. И торговые сети выбирают товар только по одному критерию, по спросу со стороны потребителя. А я как потребитель хочу право выбора. Да, если потребитель не берет, к сожалению, торговые сети будут, скажем так, не будут развиваться. Ну да, действительно. Хорошо. Раз вы затронули и постоянно педалируете тему того, что есть здесь в этом предложении риск роста цен, то давайте еще взглянем на один материал, в котором как раз-таки мои коллеги подбили несколько цифр по стоимости. Инфляция в Казахстане в феврале за год превысила 21% и ускорилась на 0,6%. Месячный рост цен составил 1,3%, что выше уровня инфляции за последние 5 лет. Цены на продукты за год выросли на 26% по сравнению с февралем. Прошлого года рекордно подорожал репчатый лук на 105%, огурцы на 60%, молоко консервированное на 50%, рис и бананы на 44%. За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 34%. Мясо и мясопродукты на 16,8%. За месяц уровень цен на продовольственные товары вырос на 1,5%. Подорожали не только продукты. Так, на 70% повысилась цена на канцтовары. Моющие средства на 54%. Товары личного пользования подорожали на 40%. Мебель и предметы домашнего обихода на 30%. Строительные материалы на 25%. Посуда на 23%. В региональном разрезе наибольший уровень годовой инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в Мангистауской области, Астане, Акмолинской области, Североказахстанской, Костанальской, Павлодарской, Улутауской, Туркистанской и Актюбинской областях. Наименьший уровень инфляции сложился в Алматинской области, чуть выше 19%. Так, давайте попробуем выслушать господина Айтбаева, господина Хайерленова и господина Егизбаева. Увы, господа, времени осталось очень мало. Я могу дать каждому из вас по полторы минуты. Господин Айтбаев, начнем с вас. Я думаю, что в Национальной палате уже стоит определиться, все-таки, кого она будет поддерживать, производителей или продавцов. Время ваше пошло? Ну, однозначно мы будем поддерживать производителей. Но тут надо очень четко понимать, как эта поддержка должна выглядеть. До меня уже было сказано, что потребитель, покупатель – это ключевая фигура в бизнесе, в торговле. Все крутится вокруг потребителя. И пока товар не завоюет потребителя, торговая сеть не будет его у себя на полке выставлять. А как это сделать? Ну, очень просто. Надо развивать маркетинг. Да, все эти меры, о которых говорили выше, коллеги, по поводу снижения ставок на сельхозтехнику, ну, там, пошли. Все это здорово, но это не поможет товару быть узнаваемым. Вот и все. Поэтому мы приверженцы, конечно, рыночных подходов по продвижению продукции. Еще раз повторюсь, поддерживать отечественных производителей, безусловно, нужно. Но делать это надо немного другим путем, нежели предлагают. Хорошо, хорошо. Принимаю ваш ответ. Спасибо огромное. Господин Хайрленов, вот, собственно, ваше предложение, мне кажется, так это неплохо зашло другим участникам нашей беседы о снижении таможенных ставок на сельхозтехнику. Какие-то еще, может быть, предложения есть? Ну, очевидно, что, наверное, министерство стоит посмотреть, что вот международный тренд – это рост онлайн-торговли. То есть, что мешает нашим, допустим, товаропроизводителям пользоваться онлайн-торговлей? Это вопрос качества работы доставки товаров, то есть почта, вот эти компании по доставке. Может быть, туда сосредоточить усилия, чтобы наши товаропроизводители могли по разумным ценам обеспечивать доставку. Ну, к примеру, мы читаем Шерлока Холмса, помните, как они там плотишь осенью, чтобы на Новый год получить гуся, да? Ну, то есть вот такие формы, то есть вот таких форм взаимодействия, их много. Если нормально наладить вот эту доставку товаров, чтобы товаропроизводитель не думал о доставке товаров для конечного потребителя, а сосредоточен был на производстве. То есть вот более шире смотреть на возможности поддержки отечественных товаропроизводителей. А не выкручивать руки к торговым сетям. Вы об этом, да? Да, сейчас же торговля меняется, не только торговые сети. Вы можете, да, там, поставить под контроль торговые сети, но вот эксперт отмечил, что 35% торговли через сети, да? 65% это такая, немножко сероватое. Плюс еще есть другая часть, это вообще онлайн-торговля, где, как вы будете там контролировать. Согласен. Поэтому здесь как-то... Спасибо огромное, господин Хайерленов. Что ж, у нас восстановилась, я надеюсь, связь с представителем Министерства сельского хозяйства. Господин ГИСБФ, я прошу прощения, вот в прошлый раз вы высказывали свою мысль, и просто у нас, видимо, был сбой интернета, поскольку картинка и звук зависли. Может быть, вы продолжите свою мысль и вот закончите на каких-то вот, может быть, конкретных предложениях с вашей стороны? То есть я хотел завершить, что 19 видов социальных сдачных товаров, мы, в принципе, уже обеспечиваем себя не менее 80%. Но я хотел добавить одно предложение. Со стороны поддержки, со стороны государства поддержка бывает разной, да? Как и продавцам, как и продавцов, так и производителям. Техническая, финансовая, но, коллеги, я хотел бы здесь добавить еще одну поддержку. Поддержка с вашей стороны. Это должна быть как бы идеологическая часть того, что вот даже участники, которые вот опрос принимали, они сказали, какие у нас есть товары. Вот в этом плане телевидение, средства массовой информации масса могли бы показывать, какие у нас есть товары. А телевидение, часть идеологическая в этом плане вообще отсутствует. Так что вы требуете СНК и СНСХ, НПП, других экспертов. В этом плане также и СМИ нужно активно участвовать. Да, но с другой стороны, Дамир, если я сейчас начну в эфире рассказывать о конкретных казахстанских продуктах, я думаю, что рекламный отдел канала мне спасибо за это не скажет. Ну хорошо. Но все равно я считаю, что идеологически... Я согласен, я согласен, да. Что касается меня лично, то, если честно, я всегда стараюсь покупать именно казахстанские товары и продукты в магазинах. Не всегда это получается, но стараюсь. Хорошо, у нас осталось сколько минут эфира? 30 секунд, увы, время закончилось. От себя хочу добавить, что да, я согласен с тем, что отечественного производителя надо поддерживать, надо его стимулировать и так далее. Но, мне кажется, действительно не за счет интересов торговых сетей. В конце концов, то, что торговые сети каким-то образом развились и у них есть масштабная инфраструктура в виде супермаркетов и так далее, это, собственно говоря, их собственная заслуга. И не стоит в данном случае пытаться их использовать для того, чтобы они в чьих-то других интересах таскали каштаны из огня. Так что ж, огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар 24. Увидимся на следующей неделе. В это же время всего доброго.